Представители знака Зодиака Водолей, Водолеи, мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад. Что вам по судьбе в сентябре? В сентябре 2024 года. Давайте узнаем через подсказки карт. И у нас сегодня три колоды. Первая колода – это цыганский пасьянс. Очень старые карты и рандомные значения, мелкие такие совпадения и никогда не знаешь, что там у тебя совпадет. Вот поэтому надеемся, что как альтернативный вариант, а вы как раз мастера, мои дорогие, допустить, по крайней мере, что-то из серии иррационального. Вот давайте попробуем рассмотреть. Конечно, это не обязательно, что это произойдет. Будем реалистами, всегда об этом говорю. Но предусмотреть или просчитать. А правда, если что-то пойдет не так, как я буду действовать, как я буду поступать. И у нас еще две колоды карт. Первая – это у нас, которую прорисовала, Колит Барон Рид. Очень мне нравится. Это психолог, таролог и великолепный художник. Колода добра. И значения подаются с позиции позитивной психологии. И вторая колода, новая, Оракул Шамана. В создании, точнее, этой колоды тоже участвовала Колит Барон Рид. Но иллюстрации создал другой человек. И тем не менее, позиция позитивной психологии, мы ее сохраняем. Поэтому самое главное – услышать себя и помнить, что мысль материальна. И если мы сегодня в будущее словно отправляем, ну, какие-то наши разочарования, то что нам вернется? Вот этот принцип, что вверху, то и внизу. Один из герметических принципов, который присутствует во многих религиях мира. Он реально работает. И теперь наука нам где-то это уже доказывает. Ладно, идем вперед, мои дорогие. Итак, перемешаю карты. Я буду озвучивать совпадающие значения. И вы тоже смотрите, наблюдайте. Если я что-то пропустила, напишите. И я вам отвечу. Что вам по судьбе в сентябре? И я вас приглашаю на свой сайт. Оставлю ссылки в описании под видео. Впереди, посмотрите. Прочитайте. Есть и планетарные гороскопы. Есть статьи по психологии у меня на сайте. И оставлю также ссылки к разным плейлистам. Потому что, судя по вашим комментариям, не все ориентируются по навигации именно сайта, как в канал YouTube. Итак, идем вперед. Что вам по судьбе в сентябре 2024 года? Какие обстоятельства, ситуации могут возникнуть на вашем пути? Пока не вижу совпадений. Деньги. Вот так. Пусть не прямо с первых карт, но все равно в самом начале какой-то денежный вопрос вы будете решать. Может быть, согласовывать. Или вы получаете просто-напросто какую-то сумму, может быть, гонорар. Совпадает костер или домашний очаг. Это вопросы дома, родственников, семьи или буквально благоустройства вашего жилища. Что-то вы будете делать для себя хорошо, комфортно. Молния совпадает вместе с деньгами. И это какое-то как известие, внезапное известие, внезапная новость. Которые вы не были, может быть, готовы. Или те деньги, которые задерживались, они к вам приходят. Но это деньги, скорее, те, которые вы заработали. Или, может быть, для кого-то нужно будет срочно решить какой-то денежный вопрос. И так тоже вполне может быть. И это может быть не просто что-то такое. Даже пусть это будут деньги. У кого-то вопрос жилища может быть конкретно с костром. Купля-продажа жилья. Куда-то далекий переезд. Почему так говорю? Потому что выпадает вам крест. И это то, что мы говорим, как по судьбе. Это мы сталкиваемся с теми обстоятельствами. Но, как говорят, на роду написано. Или, как где-то в небесной канцелярии нам нужен этот опыт. Или ступенчато мы должны пройти какую-то последовательность для того, чтобы мы научились решать какого-то определенного порядка вопросы. Для кого-то это может быть ситуация, связанная с личной жизнью. И правда, прочитайте гороскоп. Именно гороскоп на сентябрь. У меня он опубликован на сайте. И тоже ссылку я оставлю в описании. Для многих из вас могут меняться, ну, даже как бы не сам статус, но через личную жизнь какие-то изменения в партнерских отношениях. И как следствие потом будут меняться изменения в статусе. Вполне для кого-то может проиграться. Или вы можете решить, предположим, если прежде была дружба, перевести эту дружбу на новый уровень. Жить вместе. И выпадает вот листья, это дерево, так называется, в этой колоде карт. Это символ ожидания. Может быть, вы что-то будете ожидать. И посмотрите. Кто-то будет ожидать переезда конкретно, правда. Я понимаю, не для всех. Перекладывайте на себя. Водолеев много, но у каждого своя какая-то составляющая жизни. Ну и плюс у каждого свои обстоятельства. Так вот, открытый путь может как раз и говорить дважды о каком-то далеком перемещении или о ваших планах. И вы намереваетесь осуществить как план какой-то максимум, но движетесь по направлению к своей цели ступенчато, опять же. Прежде чем я что-то достигну или у меня как открывается этот путь, мне нужно еще проделать определенные какие-то более мелкие шаги. И вы этим будете заниматься. И вы знаете, в принципе, у вас получится. Но где-то придется и обождать. У кого-то это может быть как ожидание документов подготовки, каких-то подписей, печати. И в течение всего осеннего периода для всех, для знаков зодиаков, для каждого из нас будут или могут быть пересмотрены или оформлены. Как соглашения по труду, по контрактам. У кого-то и брачные договоры, брачные контракты. То есть у кого-то вообще вот эти судьбоносные перемены, я не побоюсь этого слова, а осенний период у нас, период большой ретроградности, то нам возвращают то, что мы должны с собой взять будущее. Но от нашего выбора будет зависеть новая организация нашей жизни. Так вот, хотим мы того или нет, но определяться в чем-то нам придется. Ну и где-то об этом, причем достаточно по-доброму, говорят нам карты цыганского пасьянца для вашего знака зодиака. Вот я пока с вами разговаривала, я, а, вот единственное, что я еще нашла. И это, я так думаю, что взаимосвязано. Смотрите, мечи. И мы сказали следующее значение, как раз вот ожидание. Так вот, тревога по поводу ожидания. Так вот, не тревожьтесь, потому что вам словно по судьбе либо поменять работу, либо совершить переезд, или какие-то отношения, или с чем-то вам определиться. Где-то могут вот эти новости вас несколько выбивать из колеи, потому что, я, по крайней мере, так вижу, это ведь всегда, когда молния, это неожиданность. Мы уже могли что-то распланировать, а придется корректировать планы. Вот это придется в сентябре. Видимо, что-то мы услышим такое, к чему мы не совсем готовы, но то, что от нас потребует определенных действий в нашей реальной жизни. И я еще просмотрела, не вижу других совпадений, поэтому идем дальше, мои дорогие водолеи. Наш следующий вопрос. В чем ваша сила? Что у вас получится сделать хорошо или решить? В чем вы сильны, как определенная сфера жизни, где вы с наибольшей какой-то долей, уверенностью, или с какими-то большими плюсами можете решить те или иные вопросы. Давайте, в чем же ваша сила? Пятерка земли. Я вам скажу, твердое намерение процветать, поставить перед собой четкую цель. Я буду процветать. И если вы, вот эту цель, это то, что, ну, находится от нас словно на определенном расстоянии. Когда человек ставит такую цель, это не значит, что он пойдет на пролом. Нет, он понимает, что на пролом он ничего не добьется. Любой человек. А может быть и будут периоды, когда нужно будет проявить настойчивость. Но, безусловно, будут и те, когда проявить нужно гибкость. Поэтому, если поставил цель, то ты готов эти планы миллион раз, если необходимо, корректировать в зависимости от ситуации. И карта нам говорит богатство, конкретно доступно. И, если мы говорим, в чем ваша сила, пятерка земли или пятерка пентакли, всегда говорю два направления. Это решение денежных вопросов. И у вас, кстати, деньги такие и выпадают. Это первое. И уметь со всеми договориться, быть великим дипломатом, тогда вам это дважды, трижды будет помогать. Постепенный по этой карте прирост успеха, прирост вашей популярности, прирост дохода. Это единственное, о чем нам карта еще говорит, внешность обманчива. И поэтому фильтруйте ваше окружение. Смена ракурса где-то идет по этой карте. И если мы говорим, что мы поставили для себя как цель какую-то, тогда мы не хотим ведь себе навредить. Вот тогда мы более осмотрительны. Поэтому это все то, в чем вы сильны. Событие, которое изменит вашу жизнь. Ну, каким-то образом именно повлияет, может быть, на ваши планы или то, чем вам придется заниматься. Или в какой сфере, может быть, это произойдет. Нам ведь говорят вот про молнию. А, искушение, мои дорогие. Пятнадцатый аркан. Пятнадцатый. Он называется в этой колоде искушения. Посмотрите, какая замечательная карта. И она очень точно передает. Колин Барон Рид прорисовала то, что идет по пятнадцатому аркану. Это какая-то нега. Это есть определенная страсть. Вот как это яблоко или персик. Я даже затрудняюсь сказать, да, в виде сердечка, как бы надкусанный. Съесть не могу, отдать тоже не могу. И вот девочка, девушка, она словно ну легла на него. Мое, никому не отдам. И рядом, соответственно, пятнадцатому аркану сундук с деньгами. То есть есть страстное желание чем-то или кем-то обладать. И заодно решить вопросы, касаемые финансов. Вот есть два направления. Мы сказали с вами. Отношения и финансы в этом вы сильны. И где-то вам нужно действительно избрать правильный фарватер взаимодействия с людьми, с вашим любимым человеком. Пятнадцатый аркан – это великий шутник. Пусть не в этой колоде. Но все-таки, когда мы чересчур чего-то хотим, мы становимся очень уязвимы. Потому что мы не видим некоторых особенностей, каких-то формирующихся превратностей. Мы их не замечаем. Мы едем на своей волне, и нам кажется, нам море по колено. И вот это как раз момент, он наиболее для нас становится опасным. Поэтому не зависеть чересчур, ни от людей, ни от где-то материализма какого-то. Но если мы говорим, что вас меняет, меняет вашу жизнь, здесь есть возможность кардинально, может быть, где-то и через отношения, или, может быть, и через личную жизнь, или кардинально, если вы работаете сами на себя, или вы строите карьеру. Успешно, значит, как-то карьера может развиваться. Или если вы занимаетесь собственным ремеслом или личным делом, тоже какой-то рост определённо может быть. Единственное, нам говорят, что не выходи за пределы допустимых правил. Иначе какая-то игра может перейти в опасность. Поэтому для вас это можно воспринимать как совет. Или мы спросили, события, которые изменят вашу жизнь. Может быть, такие вы и поймёте, что, да, действовать нужно по-другому, но с некоторой оглядкой. События, которые изменят конкретно вас, заставляют вас измениться. У кого-то личная жизнь, изменение в личной жизни, король воды. Или встреча с таким человеком, который рождён конкретно под знаком зодиака, стихии воды, рыбарак, скорпион. И какая-то любовь. И вот эта любовь где-то отношения, как по судьбе. Или перевод отношений на новый уровень. Или для тех, кто один или одна, закончить, завершить одиночество, у вас будут предпосылки. И правда, планетарно у вас сентябрь месяц. Не упустите, когда вы можете начать новую историю любви. Или, по крайней мере, продвинуться в этом вопросе, подумать, где, с кем я могу познакомиться. Или можете встретить такого человека, который будет очень для вас притягательным. И тогда, вполне вероятно, что-то будет развиваться достаточно быстро. Но ведь тут нам тоже быстро. Но, тем не менее, какие-то задержки могут быть. Помните, что вы имеете свой план. Другой человек имеет свой план. Ну, а жизнь, высшие силы, у них вообще свои планы на всех нас. Поэтому есть то, что не попадает под наш контроль. Или мы должны именно корректировать, но не настаивать. Давайте совет спросим на оракуле шамана. И это не карта Таро. Эта колода такая уникальная, я бы даже сказала. В другом совершенно контексте прописаны значения. Ну, это оракул. Каковы энергии? Три автора создавала эту колоду. И это некоторый такой интеллектуальный труд. С учетом особенностей той науки, которая называется эзотерикой. С учетом науки, психология, безусловно. В основе всего лежат символы и где-то психология. Итак, совет для вас, мои дорогие водолеи, на сентябрь. Сова. Безусловно, это один из символов мудрости. Это когда вы должны словно видеть в пространстве. Правильно оценить, что было в прошлом. Какие возможности у вас на сегодняшний день. И предвидеть на пару шагов вперед. К слову сказать, именно в этой колоде карт Сова, если мы сказали, и у вас выпадает молния. Молния это как какая-то новость, которая к вам приходит. И прописано значение по карте Сова. Не стреляйте в посланца, который вам принес эту самую новость. Поэтому, если вы слышите, видите, но узнаете что-то, мои дорогие водолеи, то, что вас ставит в тупик, то, что вам не нравится, тем не менее, примите мудро то, что, ну, может быть, кто-то из лучших побуждений для вас пытается открыть глаза. Чаще всего это та новость к нам приходит, да, которую мы не ожидали. Но высшими силами она словно послана для того, чтобы мы правильно оценили реальность. Сова нас спасает от самообмана. А у вас, мои дорогие, выпадает 15-й аркан. Искушение. И мы уже, ну, достаточно подробно на нем остановились. Поэтому не делайте поспешных выводов. Рассмотрите, как и отношения. Если вы принимаете решение или кому-то что-то обещаете, вы не можете это сделать, потому что так всегда вам легко, может быть, было кому-то что-то пообещать. Я могу допустить, понятно, не для всех, но, может быть, раньше бы вы не задумывались, насколько далеко могут быть восприняты ваши слова. А вот здесь вам лучше продумывать все детально и до мелочей. Сова просит набраться терпения где-то и даже подождать. Быть мудрому в некоторых вопросах. Не бежать буквально впереди паровоза. Карта нам дает совет. Действуйте тогда, когда придет время. Может быть, когда вы проложите уже какой-то необходимый фарватер. Или когда у вас будут, к примеру, конкретно готовые документы. Или если мы про отношения. Ведь отношения – это то, что выстраивают двое. Это не когда вы готовы, еще и человек должен быть готов. И это у каждого происходит в какой-то свой период времени. Нам говорят, что помни, что те грани, которые тебе, может быть, не нравятся. И это может быть как и быстрее хочется что-то решить, так и, может быть, кому-то что-то доказать или, ну, правильность своей позиции, к примеру. Так вот, по части сова нам как раз и говорят. Тебе пространство будет демонстрировать как раз то, что ты не хочешь признать. Потому что существует какой-то негласный компас в нашей жизни. И, видимо, в сентябре высшие силы вам хотят дать правильный ориентир. Поэтому у кого-то эта молния может проиграться действительно какое-то известие, которое поначалу ставит в тупик. Но вам его совершенно необходимо учитывать. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.